Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и новая волна на аукционе на третьем раунде принесла три новых танка. Плюс-минус годный тип 57, которого обсудим в отдельном видео, выкатим его из ангара, посмотрим на его бронирование. Короче говоря, уделим ему чуть больше внимания, нежели двум другим машинам. Шкоде Т-45, которая не стоит вообще никакого внимания и в свое время ее можно было забрать из плевого ивента, абсолютно бесплатно и многие игроки это сделали. Ну и соответственно, кто-то может быть и будет покупать Шкоду, но исключительно потому что будет думать, что покупает себе недорого какой-нибудь интересный тяжелый танк, хотя это далеко не так. И HWK30 первый раз появился на прямой продаже. Это, я бы сказал, недолуга копия обычной проходной RU251, с которой, в принципе, и сравнивать сегодня будем. Что могу сказать по ценникам? Мало интересного, а дело в том, что HWK30 не стоит вообще никакой голды. Это мое скромное субъективное мнение по одной простой причине, потому что вы можете за серебро абсолютно спокойно выкачать себе восьмого уровня RU251 в дереве Германии и получите себе танк с гораздо лучшими техническими характеристиками, нежели вот этот премиумный типа красавец. Что касается Шкоды Т45, всего лишь 4500 хотят за эту семерку, да я бы сказал, что она не стоит этих денег. В лучшем случае ей цена 3000 голды чисто поставить себе в коллекцию. Но опять-таки напомню, что Шкоду Т45 в свое время получили многие игроки абсолютно бесплатно, ну и, соответственно, вряд ли она кого-то заинтересует. А что касается тех игроков, которые данный ивент пропустили, то это, соответственно, новые игроки, которым, ребят, уж точно не нужна Шкода Т45, просто выброшенная голда на ветер и не более того. Почему я говорю именно так, сейчас будем смотреть непосредственно в самих боях. Что касается типа 57-го, забегая наперед, 7500 в свое время выставляли на продажу за 8000, но с открытым всем оборудованием. Короче говоря, цена на данный момент просто стандартная для данной восьмерки. Когда он будет стоить 6500, то интереса будет немножко больше, ну а если опустится еще на косарь, тогда уже за 5500 действительно можно брать себе в коллекцию, ну и для кого-то, возможно, для удовольствия. Что касается все-таки героев нашего этого видео, в отношении HWK30 могу показать следующее. Вот вам HWK30. Абсолютно не забронированный легкий танк, да это, в принципе, и понятно, легкие танки, они не должны быть забронированы в нашей игре. Но, ребят, смотрите на RU251 и видите, в принципе, все то же самое. Вообще ничего не поменялось. Что один, что второй, найди 10 отличий. Что касается сравнения технических характеристик. HWK30 и RU251. У HWK30 меньше ДПМ, причем существенно, на 300 единиц. Имеет пробитие всего лишь на 5 мм выше. И разницы вы вообще никакой не почувствуете по сравнению с RU251. Боже, как это грубо звучит. Ладно, проехали. Что касается выстрелов в минуту, то, соответственно, в пользу RU251, потому что скорость перезарядки на секунду меньше, нежели у HWK30. Что касается сведения. Да, типа в пользу HWK30, но опять-таки я разницы вообще никакой не замечаю, когда играю на данном танке. Что касается скорости передвижения по карте, то опять-таки RU251 проходная интереснее. Потому что двигается со скоростью 80 км в час вперед. И это на 10 км больше, чем у HW. Короче говоря, ребят, интереса данная машина не вызывает практически ни у кого. И это подтверждается тем, что 135 игроков за последнее время играли на данном танке. Да, я понимаю, что в 950 игроков, которые играли на RU251, включены те ребята, которые проходят просто ветку и хотят дойти до Леопарда на 10 уровне. Но, ребят, так или иначе, все равно обратите внимание на то, насколько большая разница в интересах к этой машине. С другой стороны, кто-то скажет, что HWK30 первый раз выставляется на продажу. Ну и, соответственно, из-за этого мало кто на нем играет. На нем мало кто играет, потому что машина неинтересная, вялая, сухая, ну и, короче говоря, не вызывающая, ну прям, никаких позитивных эмоций. Что касается Шкоды Т-45. Плюс-минус забронированный тяжелый танк, но не в броне и даже не в подвижности его проблема. А в унылом, скучном, неприятном, до безобразия раздражающем лично меня, это мое субъективное мнение, уж не порицайте сильно, орудии. Которые прям совсем неиграбельные на своем седьмом уровне, а уж тем более, если, не дай боженька, вас кинет играть против восьмерок. Что касается того, что можем посмотреть по Шкоде Т-45, стоя непосредственно в ангаре. Заценим сейчас ТТХ по Шкоде, выкатим из ангара, покатаемся на ней и перейдем к ХВК-30. Здесь по орудию прям совсем уныние. Ребят, с установленным оборудованием в двух слотах на сведение, у меня время сведения по орудию 5,2 секунды. Это просто безбожная цифра, которая не позволяет вам играть не то, что на дальних расстояниях, но вы на средних расстояниях нормально выцеливать никого не можете, вы просто не успеваете этого сделать, потому что не дай бог вам пошевелиться. Что касается урона в минуту, то 2500, для семерки в принципе неплохо, но ребят, я накидываю всего лишь 210 единиц урона за выстрел, тогда когда страдаю по 5 секунд каждый раз, для того, чтобы этот выстрел нормальным попытаться сделать. Да, крутое время перезарядки, 5 секунд, но это только если ты с кем-то лоб в лоб сошелся, и тогда можешь не выцеливая, просто наугад отстреливать, ну какая-нибудь ПТ-хокартонная. Тогда да, тогда окей, тогда сведение нам не интересно, а скорострельность у нас типа что-то решает. Что касается бронепробития, 175 миллиметров, и вроде бы неплохо, и вроде бы нормально, но даже на седьмом уровне порой почему-то не хватает. Ну и что самое неприятное, что как я уже говорил, не дай боженька вам встретиться с восьмерками, и тогда вы вот этой цифрой будете просто подтираться. Что касается угла склонения орудия вниз, минус 7, ну я бы не сказал, что это мрак, но и фонтаном веселья это тоже не назовешь. Ну что, берем Шкоду Т-45 и поехали в первый попавшийся бой. Итак, друзья, поехали. Что собой представляет Шкода в отношении подвижности? Помним о том, что это тяжелые танки, в принципе, давайте не будем цепляться к динамике данного тяжелого танка. Едет да и едет уже, слава богу, уже спасибо, что хотя бы передвигаемся. Маневренности, я бы сказал, недостаточно, хотелось бы немножко побольше, но окей, хорошо. Давайте все-таки отбрасываем моменты маневренности и подвижности в отношении брони. Т-29 сейчас абсолютно спокойно меня пробил, и это судьба Шкоды. Его пробивают, и что бы там ни писали те, кто будут входить в защиту данного танка, все-таки, ребят, помните о том, что никакой крутой брони здесь по определению нет. Может быть от башни в лобовой проекции где-то что-то будете как-то танковать. Угол склонения орудия вниз не сильно приятно, им сейчас чуть-чуть приподнявшись, лесная ведьма для меня уже была недосягаема. Хотя, минус 7. Ладно, хорошо, проехали в отношении угла склонения орудия, что касается времени сведения. Ну вот после того, как я подвигался, смотрите, что происходит. Орудие еле-еле вяло, прям совсем неприятно пытается свестись. При этом всем вы теряете драгоценное время, и в принципе, единственное, на что вы способны, это пытаться бросить наугад. Стоит отметить, что да, многие игроки говорят о том, что данный танк на вскидку, то есть с вертухана, забрасывает неплохо, на удивление. Но так или иначе, не совсем мой геймплей. Мне бы хотелось, чтобы было как-то поинтереснее. Альфы недостаточно, сейчас того же самого Кромвеля Б я добрать не смог. При этом всем, ребят, ну не могу сказать, что я получаю удовлетворение от данной катки, потому что меня разносят прям, мама, не горюй, с двух сторон, но и танковать мне, в принципе, тоже нечем. Скорее всего, сейчас буду отправляться в ангар, ну а перед этим попытаюсь куда-то что-то бросить, но нет, ребят, угла склонения орудия не хватает. Все, в принципе, ГСН поиграл, вот такой вот танчик, пробили мне спереди все, что можно пробить, реально решито. Ну и что касается унылости геймплея, я думаю, что основную мысль я донести к вам смог. Этот танк не стоит вашего внимания, этот танк не стоит вашей голды. Если вы за честность автора, если вы за честность на канале, если вы за то, чтобы вам ни в коем случае никогда не порекомендовали купить себе что-либо в магазине, что потенциально может вас расстроить, если вы новичок в этой игре, и вы хотите покупать те машины, с которыми вы сможете справляться, и которые будут доставлять вам удовлетворение, то подписывайтесь на мой канал, потому что я снимаю свое видео специально для начинающих игроков и для игроков средней руки, которые не имбуют в боях, ну и, соответственно, хотят понимать, какая машина действительно нормально ляжет в их руки, для того, чтобы можно было давать какие-то приемлемые и приятные для себя результаты. Досматриваем бой, смотрим на результаты, переходим к HWK30, который тоже, поверьте мне, нафиг вам не нужен. Уж простите меня, пожалуйста, за мой французский, но я не вижу абсолютно никакого смысла приобретать себе премиумную машину 8 уровня по цене годной премиумной тачки 8 уровня, тогда, когда вы можете взять себе точно такой же танк, а в некоторых моментах даже интересней и лучше, за серебро, просто прокачавшись до 8 уровня по соответствующей метке. Что касается результативности, 1070 единиц нанесенного урона, чудом сделанный один фраг и море. Море негативных ощущений от боя и негативных осадков после того, как я не смог нормально не выцелить кого-то, не свестись. Короче говоря, малоинтересная тачка, мне не заходит абсолютно, в коллекции стоит, но играть на ней, это реально самому себя мучить. Второе место в команде по урону, но не благодаря тому, что танк хороший или я как-то классно отыграл, а просто лишь благодаря тому, что у меня получилось больше накидать урона за проигрышный бой. Остальные ребята дали меньше результата, вот поэтому как бы не я вознесся, а все остальные просто опустились немножко ниже меня. Что касается HWK-30, как я сказал, это полная копия проходного танка, только в чем-то хуже, нежели проходная РУ-251. Что касается орудия, обалденное время сведения, с этим я спорить не буду. Разброс тоже шикарен, точное орудие, скорострельное орудие, время перезарядки 5,6 секунды. Но опять-таки, если сравнивать с проходной версией, то хуже время перезарядки, нежели у проходника. Что касается пробития, то на 5 единиц выше, как я и говорил, по сравнению с проходной версией. Ну и поверьте мне, вы этого абсолютно не заметите. Что касается среднего урона, то 225 точно так же, как у РУ-251 и великолепнейший угол склонения орудия вниз, минус 10. Что позволяет отыгрывать не от башни, а просто на неровностях комфортно себя чувствовать. Это действительно факт. Ну что, ребят, поехали, попытаемся заценить. Ну что, поехали. И давайте сразу расставим все точки над Йо. Поскольку данный танк у всех поголовно вызывает сравнение с РУ-251, то на этом, в принципе, и останавливаться будем. Когда ты играешь на HWK-30, у тебя постоянно одна и та же мысль в голове. А у РУ-251 лучше. А на РУ-251 то же самое. Ну и, соответственно, закономерный вопрос. А нафига я себе это взял? Ну и, соответственно, для того, чтобы у вас, не дай бог, таких вопросов в голове не возникало, я бы рекомендовал не тратить свою голду и не брать себе данную машину. Лучше подождите на аукционе, а я все-таки продолжаю верить в то, что разработчики закинут действительно что-то интересное и то, чего действительно хотелось бы получить себе в коллекцию. Ну и, соответственно, лучше на эти танки потратьте свою голду. Несколько прикольных классных танков на аукционе уже было. И, как вы видели, они очень быстро были раскуплены игроками. Что тоже, кстати, меня удивляет, потому что все-таки аукцион понижения цены – это возможность взять машину дешевле. И зачем, в принципе, игроки раскупают себе танки по базовой стоимости, я не совсем понимаю. Ну, мало того, что они сами больше платят, нежели могли бы заплатить, ну, так они еще и другим игрокам не дают возможности приобрести себе что-либо. В отношении точности на дальних расстояниях. Обалденное время сведения и довольно-таки точное орудие позволяет на дальних расстояниях очень качественно и классно отыгрывать. Я не собираюсь порицать машину, ну, или каким-то образом принижать ее достоинства и все ее плюсы, только лишь из принципов. Принципов у меня в этом отношении абсолютно никаких нет. Но все-таки, ребят, я постоянно задумываюсь над тем, а за что ты здесь платишь голдой. Ты платишь голдой за то, что ты и так можешь получить. Но только получить это за серебро. Вот и все. Все. Точно с таким же успехом, точно так же качественно на дальних расстояниях вы можете отыгрывать на РУ-251. Передвигаться по карте вы можете гораздо интереснее и бодрее, нежели на РУ. Точнее, нежели на этой машине, точнее. На РУ-251 у вас будет получаться гораздо лучше. Там 80 км в час скорость, соответственно, лучше подвижность, лучше динамика. Ну, в общем, в этом отношении круче. Что касается времени перезарядки, опять-таки, да, играется на HWK-30 с его временем перезарядки просто божественно. Но еще лучше играется, опять-таки, на РУ-251. Именно поэтому я и говорю, что данный танк абсолютно не стоит вашего внимания. И уж ни в коем случае данный танк не стоит вашей голды. Лучше дождитесь чего-нибудь более интересного. Если вы за честное мнение автора по поводу того, что происходит в этой игре, ну, подписывайтесь. Подписывайтесь, ребята. Я не собираюсь никого обманывать, не собираюсь приукрашать то, что не стоит каких-либо приукрашений. Поехали, попытаемся ВК-4503 добрать, если получится, правда. Только что очень сильно не повезло. Единственная забронированная точка была у товарища на башне. И при этом всем я, соответственно, попал именно в нее. Крайне неприятная ситуация. Ну, а что касается Калибана, то моих 600 единиц ХП для него, в принципе, там чуть ли не на один зуб. Ладно, разворачиваемся и едем куда-нибудь в объезд. Если успею, приеду, накину. Если не успею, ну, значит, тогда победят ребята без меня. Погнали. Попытаемся подкрасться как-то вот так вот сбоку. Угол склонения орудия, ребят, действительно классный. Вопросов нет. Я сейчас абсолютно спокойно выцеливаю АТшника. При этом не показываюсь практически из-за горочки. И это действительно приятно и комфортно. Все. Калибан, я думаю, либо уже отстрелялся, либо сейчас отстреляется. Только не в меня желательно отстреливаться, если можно. Мне бы хотелось для красоты видео выжить в этой схватке. Отправляем Калибана отдыхать. Ну и, в принципе, три фрага на нашем счету. Смотрим на результаты боя. И вот сейчас будет крайне глупая ситуация. Глупость ситуации заключается в том, что результаты боя будут неплохие. Возможности машины вроде бы тоже хорошие. А при этом всем приобретать я ее не рекомендую. Ну, вот такой вот парадокс причины такой моей позиции я уже озвучил. 1650 единиц урона. Далеко не самый потолочный показатель для данной машины. Что касается трех уничтоженных соперников, то все благодаря точности, подвижности, хорошему углу склонения орудия. И довольно-таки неплохой скорострельности, которой машина действительно обладает. И второе место в команде по урону. Ну, во-первых, потому что я очень хорошо старался. А во-вторых, потому что кто-то другой в бою старался гораздо меньше. Хвалим нашего соперника на Калибане. Действительно молодец, красавчик. Некисло набросал. То же самое касается и СМВ, который сражался настолько качественно, насколько мог. Короче говоря, ребят, ни один, ни другой из этих танков не стоит того, чтобы вы тратили на них свою кровную голду. Дождитесь чего-нибудь более интересного. Да, честно говоря, возьмите лучше себе обдешевелый СТГ. И поверьте, на нем вы будете получать гораздо больше фана и веселья, нежели на этих двух танках. Я побежал снимать специально для вас следующее видео, которое будет про типа 57-го. Здесь действительно есть что заценивать. И из этих трех товарищей, которые вышли на продажу, я считаю, что вот этот действительно гораздо интереснее, нежели два предыдущих. Поэтому для того, чтобы не пропустить данное видео, мало того, что подпишитесь на канал, так еще и нажмите на колокольчик. Я пошел снимать, а вам, друзья мои, грамотных покупок мира. Ну, а главное, спокойствие. Пока-пока. Продолжение следует...